Всем привет! Это Аудиомания и я Максим Наумов. В одном из прошлых видео мы рассматривали систему высокого класса качества, построенную с применением профессиональной активной акустики. Концепция получилась современная, интересная и самое главное она не противоречит ключевым принципам Hi-Fi. По этой причине мы решили продолжить тему и сегодня речь пойдет об активных колонках, разработанных специально для домашнего применения. Акустику ЭЛАК серии Navis производитель позиционирует не иначе как хай-энд устройство, собранное с применением лучших технологий и компонентов. Всего же в линейку Navis входят две модели. Напольные ARF51 и полочные ARB51. Они отличаются друг от друга форм-фактором и количеством басовых динамиков. У напольной версии их три. Все остальное полностью идентично, поэтому мы рассмотрим полочную версию. Имея габариты полочника средних размеров, эта акустика включает в себя массу технологических решений, свойственных системам высшего класса. Начнем с наиболее очевидного факта. Перед нами трехполосная конструкция. Нижний динамик с алюминиевым диффузором калибра 133 мм работает до отметки 260 Гц, после чего в работу включается коаксиальный излучатель. Он состоит из среднечастотника с кольцевым алюминиевым диффузором диаметром 100 мм и расположенного в центре 25-мм твиттера с мягким тканевым куполом. Использование трехполосной схемы повышает качество звучания благодаря тому, что каждый динамик воспроизводит более узкий диапазон частот, чем в двухполосной или однополосной схеме, а значит выполняет работу более эффективно с меньшим уровнем искажений. Коаксиальная конструкция добавляет фазовую согласованность, обеспечивая более точную и сфокусированную звуковую сцену. Для минимизации взаимного влияния излучателей коаксиальный модуль установлен в отдельную закрытую часть корпуса. Басовый излучатель работает в основном объеме и нагружен на фазоинвертор, расширяющий нижнюю границу воспроизводимых частот до 44 Гц. Также стоит обратить внимание на скругленные грани корпуса и особую форму фланцев излучателей, дающую плавный переход от поверхности диффузора к плоскости передней панели. Всё это также способствует минимизации искажений в звучании и положительно сказывается на формировании стереообраза. С точки зрения схемотехники акустика Navis не менее сложна и все решения опять же подчинены главной цели – повышению качества звучания. Каждый динамик имеет собственный усилитель мощности, подключенный напрямую, а разделение частот происходит до усилителей с помощью активного кроссовера. Такой подход существенно облегчает работу усилителей и избавляет от потерь, которые неизбежно возникают при использовании обычного пассивного кроссовера. Для средней и низкочастотных излучателей используются усилители, созданные с применением технологии BASH. Эта технология объединяет качество звучания класса АБ с динамическими характеристиками класса Д. При этом для высокочастотного динамика используется усилитель класса АБ в чистом виде. Твиттеру усилителя башни досталось просто потому, что он потребляет меньше энергии и не является сложной нагрузкой. Следуя этой логике, распределена и мощность усилителей. Из общего запаса энергии 300 Вт басовику достается 160, средней частотнику 100, а твиттеру только 40 Вт. Акустика имеет два низкоуровневых аналоговых входа. Балансный на разъёме XLR и несимметричный на стандартном RCA. Есть также возможность беспроводной коммутации. При использовании опционального передатчика ELAC NAVIS TRANSMITTER саму акустику нужно будет включить только в электрическую сеть и с помощью специальных переключателей обозначить левый и правый канал. Передача звука происходит с помощью закрытого беспроводного протокола, обеспечивающего качество звучания 16 бит на 44,1 кГц. Помимо разъёмов, задняя панель содержит немало дополнительных регуляторов, позволяющих согласовывать акустику с остальными компонентами системы и менять характер звучания. Первую задачу решает регулятор коэффициента усиления, обеспечивающий понижение или повышение чувствительности входов. А также фильтр, ограничивающий отдачу низкочастотной секции на фиксированных значениях — 60 или 80 Гц. Таким образом можно адаптировать акустику к источникам сигнала, легко интегрировать её в трифоник или кинотеатральную систему. Ещё три регулятора по сути являются упрощённой версией трёхполосного эквалайзера, поскольку дают возможность раздельно управлять громкостью нижних, средних и верхних частот. С их помощью можно изменить характер звучания системы, сместив акцент в нужную область или подстроить её под акустические условия помещения. Также можно компенсировать дистанцию прослушивания, сделав полочники мониторами ближнего, среднего или дальнего поля. Звучание акустики очень открытое, прозрачное с хорошо сфокусированными звуковыми образами. Высокая детальность удачно сочетается с музыкальностью и отличными динамическими характеристиками. Выраженная окрашенность или жанровость отсутствуют, чего удается достичь не без помощи регуляторов, имеющихся на задней панели. Несмотря на скромные габариты, эти колонки способны уверенно озвучить комнату средних размеров. И даже на предельных уровнях громкости заметных искажений или артефактов не возникает. Таким образом, на базе ЭЛАК ЭРБ-51 можно создать по-настоящему современную и удобную стереосистему, не занимающую много места, но выдающую неизменно качественный звук. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Акустику ЭЛАК НАВИС ЭРБ-51 вы можете послушать в салонах и шоурумах аудиомании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.